Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Если вы считаете, что такие истории очень полезны на моем канале, ставьте лайк, подписывайтесь. Давайте приступим, потом мы их будем обсуждать. Здравствуйте, Галина! Часто смотрю ваш канал, он мне очень нравится. Речь в моем письме пойдет про отношения дочери и отца. Вы сами пережили травму и, насколько я знаю, вышли из нее. Помогите мне, пожалуйста, советом. Я нахожусь в замороженном состоянии, ситуация совсем свежа. Дома после поездки я с мужем обнаружила три горя. Умер мой горячо любимый попугай, амбяк на полу, сломалась стиральная машина, и у мужа выскочил шейный позвонок от того, что таскал на себе по три пня за раз для общего костра, выслуживаясь перед моим отцом, которого я не видела 6 лет, живя на соседних улицах. Не удивилась бы, и знаете, здесь остановились, скажу, какой у вас муж молодец, ради вас старался, спину надорвало, чтобы выслужиться перед вашим отцом, чтобы вам было хорошо. Муж молодец, что ты скажешь. Не удивилась бы и дольше, если бы он не позвонил поздно вечером в пятницу и подозрительно любезно бы позвал нас в поездку на фестиваль под открытым днемом, то есть папа. Я не хотела ехать заранее, зная, что будет дискомфортно, но было интересно. Отец поменялся за годы, может быть, стал мягче. В его глазах есть любовь хоть к чему-то помимо него самого. Сводную сестру я видела совсем крошечной, была наслышана о ее спортивных достижениях. Муж хотел на природу, машины у нас нет. Позволить далекие какие-то дальние поездки мы не можем, так как муж только закончил ординатуру и еще не работает на полной ставке, как полноценный врач. Я только закончила государственную отработку и лишилась работы из-за кризиса и массовых сокращений по стране. Обычно отец на фестиваль ездил огромной командой, лидер стрелкового клуба. Но в этот раз из-за коронавируса, кризиса и политической обстановки всего поехало пару человек, особенно одиноких и близких по духу людей. Некоторые образовали семейные пары, найдя половинку в клубе, как в секте. Они проводили там все свободное время за дня в день. Нас взяли, как оказалось, в качестве фотографа, не для того, чтобы узнать друг друга поближе, как предполагалось в телефонном разговоре заранее. Я здесь немножко буду становиться. Письмо длинное, неоправданное ожидание от своего папы. Папа использовал, разочарование уже пошло. Половину времени мы были приклеены к объективу фотоаппарата, остальную часть сами по себе. Спать было холодно, палатка была летней, а вообще-то весна ночью плюс 9. Потратив последние деньги на горячий хлеб, мы любовались просторами, очень живописный вид. Прошло два дня, личных разговоров у нас с папой не было. Участники клуба, как в армии, выполняли поручения главного отца. Казалось, даже самые маленькие участники это тоже делали. Сводная сестра, которая с 7 годами стала понимать свои чувства, хмурилась от усталости. Подъем приходился на 6 утра, дорога длинная, после начались изнурительные тренировки. Требования к ней были строже, чем к остальным членам команды. Рожу улыбчивей делай, не соображаешь. Стоять, забыла свое место, прыгать, молчать, стыди стрелы собирать, брось палку. Ты не дочь чемпионка, а тупой оборванец. Капец, как папа, ужас. Это он так своей дочке 7 летний. Меня в детстве били, заставляли учиться, орали так, что боялись встрять даже соседи. Соседи стыдиво прятали глаза, не помогали. Разглядывали в тихую разбитые мои коленки. Заплаканное грязное лицо. Не знаю, что хуже, вечный прессинг 24 на 7 или периодические избиения. Отец в моем детстве уходил работать на сутки и теперь работает дома. Числиться работникам жены на дому, так же получают они хорошие деньги. 2-5 тысяч долларов для Беларуси это очень огромные деньги. Сразу вспомнился рассказ. Он часто рассказывал его мне. Про мальчика-горбуна, который заставляли выступать в цирке, чтобы он улыбался зрителям. Ему разрешали и ему разрезали, зашили рот в улыбке до ушей навсегда. Какие веселые папа сказки в детстве рассказывает детям. Это я как психолог оценила, да? Поездка завершилась, выходные закончились. У меня дома труп попугая, тазы с грязными вещами, машинка сломалась. Муж с больной теперь шеей, до последнего ремонтируют машину стиральную. На часах в 8 вечера, 5 дней до зарплаты. Стиральная машина затопила вязкой болотной жижей всю квартиру. За выходные запах настоялся до концентрации разложения. Вещи отстирывать вручную чертовски сложно. Я вымыла квартиру, приготовила ужин, попутно отправляя фото отцу всего этого кошмара. Закончилась бы эта история, но отец вместо спасибо написал, что они забыли у водителя казан с пловом. Я пожаловалась на сломанную машинку, а он ответил, ну вызови мастера. Меня это просто разозлило, будто бы я сама не догадалась, как можно вызвать мастера. Нам все вообще-то деньги нужны. Я могла спасти птицу, например, свою машинку стиральную и мужа. А предпочла помочь человеку, который не ценит того, что рядом, и даже спасибо я не услышала. Промолчала, все равно больше не увидимся. Не тут-то было. Как назло, я и мой муж забыли один из пакетов, который остался у отца в разгруженном автобусе. На следующий день отец по телефону спросил, спальник-то ваш тут у меня нашелся? Наш, ответила я, и приду за ним, выставь в коридор. Подняла труппу, его жена ответила, что едет забирать ребенка сейчас со школы, возьмет спальник, и я его заберу. В общем, мы там где-то с ней встретимся. На том решили. Опоздала она на 40 минут. Пошла за ребенком, из машины вышел отец. Вручил мне спальник, зачем-то старую дрель какую-то, о которой речи вообще не шло. Идет за мной следом. По дороге учил жизни. Вместо художественного лучше бы шла на сапожника, шила бы кожей изделия, работала бы, работа была бы, денег много, кожа всегда нужна, а искусство твое никому не нужно. Сошла тема про здоровье. Сказал, не можешь найти работу, работала бы на себя, а по итогу на него, а по итогу на его жену. Так как он делает оружие, его не покупают в данный момент, а жена ждет кожаные изделия, и у нее покупают отлично. Поэтому работать я должна была бы у нее по его раскладу. Представила ту атмосферу я. Вонь, клей, краска смолы, стекловолокно, эпоксидная смола, растворитель. Ой, господи. Проходной двор там. Бегающая, гавкающая собака. От ужаса я вздрогнула. Сказала, что меня ждет мама. Если он хочет ее видеть, может, не хочет маму мою видеть, то не должен за мной идти. Он ответил, что не против встречи, видеть маму, и пошел все-таки за мной следом. Я рассказала еще раз про машинку, про то, что у меня образовались другие проблемы. Я с мужем на мели после поездки. В этот момент мы сравнялись с мамой, они поздоровались. Он, как ни в чем не бывало, продолжил свою триаду, не замечая ничего рядом. Про работу, про его жену. Мама спросила в лоб. У тебя старшая дочка есть? Она у тебя просит помощи. Он отвечает. А я не электрик. Это понятно? Помоги ей копейкой. Отец высмеял ее выражение. Копейкой. И профилактика 10 долларов. У меня кошелька с собой нет. Не важно. Мама говорит ему. Скинь на карточку ей деньги. Не перебивай меня, сказал отец. Это же твоя дочь. Ты что для нее сделал? Я квартиру построила. Долги выплачиваю за квартиру. А ты? А я как раз ей предлагала работу. А сейчас ты чем можешь помочь? Не потом когда-нибудь. И какие-то советы позже. А в данной ситуации ты хоть 10 долларов-то ей эти дай. Он опять продолжил про кожу, работу с ней. Мама сказала, это никому не интересно. Сейчас другая проблема. Ты можешь ей конкретно помочь? Он психанул, махнул рукой и ушел. Что это было? До сих пор в голове у меня не укладывается. Зачем это предложение работы у него на дому? Неужели он зажмотил 10 долларов? И какую роль выполняет его молодая жена? Мы с ней ровесница, мне 24. На нее оформлено ИП, машина, ребенок, материалы и моя часть квартиры, в которой я не живу. Как нико менять в таких ситуациях? Какие выводы мне сделать? Как строить диалог? Нужен ли он вообще? Или избегать с ним общения? Деньги мы бы одолжили? Или наши выходы из ситуации как-нибудь решили бы ситуацию? Но сам факт, что отец-то не помог, какое у него расстройство личности, какой-то психиатрией пахнет. Заметили все родственники, даже его родители, моей бабушке и дедушке про это говорили. Помогите, пожалуйста, в себе я тоже улавливаю перепады, вспышки агрессии порой. И как это контролировать? Ой, тут очень слишком много вопросов. Пора папу диагноза я не ставлю, я не психиатр. Это психиатрия. И тут немного про него написано. Ничего, это понять, собственно, как бы нельзя. Но у папы однозначно, как я сказала, какие-то проблемы есть. В его поведении, в том плане, ну, просто, если вы считаете, что не надо в себе подавлять эмоции. Я вам для начала говорила, что у вас неоправданные ожидания. Папа не изменился, вы ждали, папа вас очередной раз опрокинул. Помогать он вам не собирается, как видите, да, по итогу. Налаживать общение не собирается. Из-за разряда, я вот такой, какой есть, если тебе нравится, принимай таким. Лучше папа ваш не стал. Точка. Вы это поняли, уловили, да? А теперь от этой точки вы решаете, а мне нужен такой папа, а я хочу с таким папой продолжать общение. Он не изменился, меняться не планирует. Ничего пока что не намечается. Даже 10 долларов он зажал. Он очень жопистый, агрессивный. Вообще проблемы у папы, да? Ну, надо мне оно или нет? Вот вы сейчас должны решить, вам это надо? Если нет, что я полагаю, по сути, ваш запрос вот в этом, да, как правильно принять решение, не как бы правильно сказать, да, решение все равно вам принимать. В том плане, что не наделали я ошибок. Вы должны сходить из своей зоны комфортно. Вам комфортно? А я вижу, вам обидно. Хоть у вас и неоправданные ожидания, это все понятно, это ваши проблемы, ваши ожидания были. Но вы по факту видите вот такого папы. Вот нужен он вам такой или нет, вы сейчас должны решить. Я вижу по претензиям, по, скажем так, вот этим эксцессам, что он вам такой не нужен, к сожалению. Все. Папа себя ведет нехорошо. Меняться не планирует. Я вам больше скажу, ничего никогда не поменяется. Если у нее есть какие-то проблемы с головой, с его поведением, неконтролируемой агрессией и всем прочим, то психопатия очень смахивает. То он так не будет всегда. Вот тут уже другой вопрос. Ваши ожидания. Неоправданное ожидание, к сожалению. Ваше разочарование в папе. Вы терпите. Вы делаете то, что вы себя не слышите, свой внутренний голос. Что вы хотите? Вы готовы терпеть боль ради любви папы. Поэтому вы поехали в заведомо, скажем так, больную ситуацию. Вас позвали фотографом. А-ля можно это было в письме, как типа нас обманули. Если бы все хотели видеть, вы бы увидели, что подавав лишних вопросов, вы поняли, что вас зовут как фотограф, а не как папа пообщаться. Любовь у него с дочкой общения. Не та вообще история. Вы бы это за... Вы не хотели этого видеть. Вот так, не обижайтесь только. Вы не хотели воспринимать. Я и понимаю вас как человек, приживший подобное. Ну и что же, так же, я вам рассказала видео про своего папу. Когда была с ним встреча через 20 с лишним лет, я уже думаю, ой, сейчас папа у меня начнет прощения просить, в любви признаваться. Все у нас наладится. Как оказалось, нет. Похожая ситуация, мы видео смотрели, да? Мне тоже начали жизни там учить. Мне спрашивают, что ты с дуркой себе нашла? Вот такая история, понимаете, у нас была. Я такая, так, стопэ, чувак. Ты здесь появился вообще с какого перепуга. Вы не должны делать то, что вам не хочется. Вот я к чему. Вам дискомфортно, плохо. Я вам как психологу, что-то не поменяется. Решайте, надо вам оно или нет. Лучше не будет. Хотите страдать, пытаться завоевывать папину любовь. Быть удобной, возможно, папа меня полюбит и так далее. Тратьте время, страдайте, впадайте потом в депрессию, диссонанс какой-то, мучите мужа, попугая потеряли. Вот этот итог, машинка муж и попугай, это итог вашего общения с вашим папой. Как вам цена заплаченная за это? Дорогая, да? Папа даже 3 копееки не захотел вам дать, чтобы это что-то исправить. Вот его истинное отношение к вам. Вам оно надо? Смотрите, может, вы хотите, конечно, больше заплатить, еще дальше подставляйтесь, но это уже ваш выбор, понимаете, осознанно. То, что ваши, скажем так, неоправданные надежды, разбиты были, мечты о папе, ну, к сожалению, вот так. Пришло время принять, что папа не поменяется. Это определенное ваше взросление, сейчас отдаление от папы, определенный кризис, осознание того, что, ну, вот так вот. Лучше ничего, к сожалению, не произошло и навряд ли будет. Как я поступила в эту ситуацию, вы знаете из моего опыта, из моего видео я рассказывала. Просто сделайте выводы, может быть, я вот так скажу, на моей ситуации. Видите, я счастливый человек. Я освободилась. Хотя несколько, там, 3-4 человека были в комментариях под моим видео про отца, которые мне говорили, что я плохая, я не знаю, там, надо принимать родителей, какие они есть, по сути. Я на него не обижаюсь. Я приняла, я знаю его проблемы. Я знаю, что он манипулирует моим папой. Я знаю, почему он такой. У меня к нему претензий нет. Я это понимаю, осознаю, это его дело. Обиды, как таковой, у меня тоже уже нет. Я это пережила. Но я, исходя из того, а каково мне, мне это зачем надо? Мне это не надо. Поэтому я выбор свой сделала с человеком не общаться. Это мой осознанный выбор. Я не собираюсь страдать, мучиться в общении с человеком, который со мной не намерен общаться, так как мне хочется. Он может со мной общаться, разрушая меня, вот мой отец, да. Он может со мной общаться, давая мне наставления, о которых я не спрашиваю. Я самодостаточная личность. Давая мне какие-то советы, еще что-то. Или мне это зачем надо? Я так не хочу. Соответственно, я и выбор свой сделала. В общем, история такая. Пишите комментарии, что вы девушке посоветуете. Я, вы мою историю знаете. Вот вы в такой же, по сути, ситуации. Посмотрите еще раз мое видео про отца и примите правильное решение. Я в инфобоксе под видео всегда оставляю свою почту для ваших писем или записи на консультации ко мне как психологу в индивидуальном интернете. Спасибо всем за внимание. Всем пока.